Сегодня уже в 11 раз отмечается Всемирный день информирования об аутизме. Свою поддержку семьям с детьми-аутистами оказать довольно просто. Достаточно зажечь синий свет или надеть синюю одежду, что мы сегодня и сделали. Ну и точной статистики в Эстонии нет, однако специалисты отмечают мировую тенденцию. Детей с расстройствами аутичного спектра становится все больше. На данный момент на тысячу детей примерно шесть имеют этот диагноз, и их число будет расти. О том, что собой представляет довольно широкий спектр аутичных расстройств, как их распознать и как обучать таких детей, расскажет специалист, руководитель Таллинского учебно-консультативного центра, спецпедагог Милена Погодаева. Доброе утро. Доброе утро. Давайте поговорим об Эстонии и о том, что действительно ли детей с аутичными расстройствами становится все больше, или все-таки эта диагностика здесь играет свою роль? Ну, в общем, как вы верно заметили, это общемировая тенденция, и эта тенденция касается не только детей с расстройством аутистического спектра, о которых мы сегодня говорим, но и обо всех детях, которые имеют особые потребности. Ну, и Эстония не исключение, да, количество таких детей увеличивается. Ну, и резонный вопрос о причинах. Почему? Вы знаете, однозначно выделить причину, какую-то конкретную одну, я сомневаюсь, что кто-то сможет. Тут целый спектр причин. Но на первое место в вопросе аутистического спектра я бы поставила, конечно, генетику. Кроме генетических причин, опять же, проблемы внутриутробного развития, проблемы, которые сопутствуют при родах, проблемы, которые появляются в течение первого года развития ребёнка. Ну, в принципе, это тот самый спектр проблем, которые выясняются мной как консультантом, когда приходит родитель с ребёнком. Ну, диагноз аутизм ставится обычно до трёх лет, и не всегда родители вовремя замечают, что у ребёнка есть какие-то отклонения в поведении. Давайте расскажем, на что нужно обратить внимание родителю, как себя ведёт ребёнок. По поводу диагноза до трёх лет. У нас так рано его не ставят. Это точно, да. Поскольку я имею постоянно дела с психиатрами, а это именно тот специалист, который это диагностирует, так рано у нас, ну, не отваживаются конкретно ставить этот диагноз. Вполне возможно, какое-то расстройство первозивного спектра, вот, скажем, общее расстройство, да. Но как раз то, что касается аутизма, вот наиболее явные проявления, они как раз и видны, скорее, к третьему году жизни. И вот, скажем, ближе к трём годам, да, безусловно, тогда уже это можно диагностировать. Ну, вот какие признаки, на что обратить внимание? Да, сейчас о признаках. Как мы знаем, это проблемы вообще у ребёнка, у которого проблемы аутистического спектра, проблемы, связанные с социализацией, проблемы, связанные с коммуникацией, проблемы, связанные с поведением. Если мы говорим о маленьком ребёнке, ребёнок может просто лежать, не призывая на помощь, не призывая к себе, не заставляя, чтобы на него обратили внимание. Лежать и молчать, независимо от того, всё ли ему комфортно. Ребёнок постарше не осуществляет контакт глаза в глаза. Ребёнок постарше может иметь какие-то проблемы с координацией, имеет какие-то, скажем, ну, такие движения стереотипные, которые не зависят ни от чего. Ну, например, кружится на месте, раскачивается из стороны в сторону. То есть эта ситуация, при которой это происходит, в общем-то, никак к этому не побуждает, но тем не менее. Не взаимодействует с окружающими, использует часто не свой указательный жест, а, скажем, руку родителя. Подводит к тому, что ему нужно, и указывает рукой родителя на то, что ему нужно взять, или на то, что ему нужно. Вот, скажем, вот такие моменты. Ребёнок не играет так, как играют все остальные дети. То есть ребёнок может играть какими-то странными предметами, используя их для игры, совсем не по назначению. Ребёнок может конструировать тоже совершенно интересно. То есть просто выкладывая в ряд какие-то предметы, это вполне возможно и не конструктор, это вполне возможно и не игрушки, но тем не менее. То есть нарушена и сама игра. Ну, вот такой комплекс проблем, скажем. А к кому нужно бежать? То есть какие специалисты у нас этим занимаются? Ещё дополнительный может быть вопрос. Если этим занимаются психиатры, могут ли они на русском языке помочь детям? Всё-таки какая-то методика обучения подразумевается. Если мы говорим о диагностике и о методике обучения, да, о диагностике и о диагнозе, безусловно, это врач, поскольку диагноз выставляет только врач, и, безусловно, это психиатр, конечно же. Да, психиатры, которые есть в Эстонии, владеют русским языком, и они в состоянии определить, есть ли у ребёнка то или иное нарушение. Поскольку осуществляется следующим образом это. У каждого психиатра есть клиническая команда специалистов. Это клинический психолог, это логопед, и это при необходимости какой-то ещё специалист. И на основании полученных данных, и на основании полученных тестирований, и диагностик психиатр уже, соответственно, делает вывод. Но составляется некий план реабилитации, как мы понимаем, да? Если мы говорим о плане реабилитации, это социальная услуга, это, скажем, несколько другая епархия, если позволите так выразиться. Реабилитационный план нужно составлять, обращаясь в социальный отдел по месту жительства. И, в общем-то, это... Почему ещё говорят, что это длительный период, много времени занимает? Прежде всего, это занимает много времени потому, что нужно конкретно понять, какие услуги нужны ребёнку в зависимости от того, какое у него нарушение и какая у него проблема. Может быть, поэтому это действительно занимает много времени. Я бы всё-таки вернулся к причинам. Вот одно из распространённых мнений, что влияет возраст родителей на то, что у ребёнка может быть аутизм. Это правда? Что чем старше родители, тем выше риск? Вы знаете, я бы не стала так проводить прямую параллель между возрастом родителей и возникновением проблемы аутизма. Никто ни от чего не застрахован. Ни в 20 лет, ни в 50 лет, ни в 70 лет. Скажем, научных исследований, подтверждающих или опровергающих этот факт, нет? Абсолютно нет. Я с ними не знакома. Но поскольку у нас день информирования об аутизме, то я общалась с мамами, у которых такие дети, и многие из них очень расстроены тем, что их детей не принимают, скажем, на игровых площадках. К этим детям относятся с предубеждением и так далее. И этих детей очень сложно отдать в обычный класс, для того, чтобы как-то помочь им социализироваться. Что вы скажете на это? Каким образом всё-таки этих детей можно социализировать? Знаете, это вот, скажем, такая на данный момент серьёзная проблема. Потому что, как говорят американские коллеги, инвалидность – это естественная часть человеческого опыта. Стало быть, и аутизм – это естественная часть человеческого опыта. И чем быстрее мы примем эту часть нашего опыта, тем быстрее мы продвинемся, скажем, вперёд в этом отношении. Потому что принятие аутизма – вот это, пожалуй, основная проблема. Не просто сторонне наблюдать, а вот именно активно принимать и действовать в этом направлении. Потому что аутизм – это то, с чем чаще всего рождаются. И если с этим рождаются, то с этим живут всю жизнь. Мы не можем сказать, что мы найдём какую-то таблетку, и мы от этого излечим. Нет. Но если мы с этим живём, значит, мы можем сделать так, чтобы с этим жилось комфортно и тому, у кого это есть, и людям рядом. Безусловно, существуют специальные методики, таких техник, которые занимаются компенсацией, которые занимаются тем, чтобы как-то работать с этим. Порядка 27 – это немало. С этим работают. Для этого существуют определённые условия. У нас в Эстонии, у нас в Таллине, в частности, существуют специализированные группы в детских садах, где работают по определённым методикам. У нас существуют определённые условия обучения, классы, где их немного, и с ними работают по специальным методикам. Ну, а в дальнейшем это уже, безусловно, дело общества. То есть нужно, опять же, объяснять людям, что, как я уже говорила, от этого никто не застрахован. Ну и говорить об этом, безусловно, нужно, что мы сегодня в Всемирный день информирования об аутизме и делаем. У нас в гостях был руководитель Таллинского учебно-консультативного центра спецпедагог Милена Погодаева. Спасибо вам. Спасибо.